Добрый день! Сегодня в боксинге это кубик 2х2 от компании Мою, серия Милонг. В этой серии уже выпущены 3х3, 4х4, 5х5, даже более крупные кубики, кажется, были. Но вот, наконец-то появилась у меня двушка, а почему-то позже трешки-четверки была. По коробочке мы видим, что должны быть версии черного пластика, белого пластика, ну и цветного. У нас версия из цветного пластика. Коробочка в том же стиле, что и вся серия, да, кроме кубических главных, там еще был Киби Минкс и Ради Минкс. Вот сама двушка, инструкция. Коробочка в сторону, ну такая, достаточно небольшая. Есть тут одна сторона по-нудийски, как собрать 2х2. Всякие герои компании Мою, дизайнеры, топ-куберы. И все то же самое на китайском. Ничего нового. Сам кубик вот такой. Логотип Кубин Квасрум. Слегка матовый пластик, как у всей серии. Если доставать кубик сразу с коробочки, он может показаться слегка туговатым. Ну, как, в принципе, и все головонки этой серии. Но стоит добавить пару капель смазки. Я добавил мороль, и он начинает летать. Я не скажу, что кубик тихий. Он достаточно громкий. Даже он слышен на камере. Но он быстрый. Давайте сделаем пару сборчиков. Я собираю двушку не очень быстро. Секунд 6. 6-7. Открутил сотку на таком кубике. И она лишь чуть хуже, чем на топовых кубиках. Даже если вспомнить мое недавнее видео про магнитный ЮПО, там было чуть лучше. Лучше, конечно, чем на балке. Но все же. То есть в районе 6,5 секунд сотка для меня, в принципе, неплохо. Но учитывая стоимость этого кубика, он, наверное, сейчас самый дешевый будет среди всех. Его можно сравнить разве что с Юксином, Литл Манчек. Но, вот если их сравнить, то Мейлонг чуть полегче. Здесь мантовый пластик, здесь глянцевый пластик. Более скругленные ребра. Здесь они более острые. По кручению, мне кажется, что Мейлонг чуть быстрее. Возможно, это зависит от настройки моего Юксина. Я не так много крутил. Как бы хороший кубик, ну и ладно. Внутри у Юксина не окрашенный пластик. А у Мейлонга обычный цветной. Но Мейлонг все равно крутится быстрее. Размер у них одинаковый по 50 мм. Ну и цветовая схема из-за того, что глянцевый и матовый слегка различается. Ну, то есть, у двушки такая же цветовая схема, как и у всей серии. Про 3х3, 4х4 и 5х5 у меня были видео на канале. Вполне достойные бюджетные головоломки. Из коробки настроен примерно вот так. То есть, можно еще ослабить, но крутить вполне комфортно. Из плюсов, могу сказать сразу, что вот флипнуть уголок хоть и можно, но для этого прям значительное усилие надо приложить. То есть, из тех 100 сборов, даже больше я сделал, ни разу каких-то проблем не было. Ни флипов, ни попов, ничего. Локапчик, конечно, есть, но, как мы помним, 2х2 не самая быстрее дисциплина. Поэтому тут я больше склоняюсь к своей кривой рукости. Из минусов здесь можно сумм обозначить. Да, в принципе, и все. Если я рассматриваю резку углов, то вот так вот. Ну, в такой настройке вот под 45 не режет. Ну, можно ослабить, но вращается. В принципе. Когда-то у компании Moio была такая вот фишка на дешевых двушках делать крестовины не с шестью болтаний, ну, как здесь вот, а с тремя. И из-за этого как-то настраивалось все на хуже, да, они, в принципе, плохо крутились. Подобное вене встретилось еще потом у компании Shink Show. Там двушки серии Legend были, из-за чего они меня так расстроили. Хотя и компания Shink Show достаточно хорошо отношусь. Здесь все нормально. Стандартная крестовина, современное строение. Так что вполне толковая двушка. Для кого она подойдет? Ну, естественно, это будет отличный куб для новичков. В принципе, Yuxin будет неплохим. Да, таким же хорошим. Здесь уже дело вкуса. Ну, и смотреть, что дешевле. Наверное, Meilong все-таки подешевле будет. Так что я смело могу рекомендовать двушки серии Meilong. Все новичкам. Почему бы и нет. Как первый кубик, по-моему, отличный вариант. Некоторые считают, что серия Meilong неудачная. Но это, скорее всего, мнение уже опытных спидкуберов, которые уже имеют хорошие кубы. Им такие просто не нужны. Но для начинающих самое то. Если я и куплю какие-нибудь 6х6 и 7х7, то не ради того, чтобы они у меня были, а если буду делать какие-то модификации. Сиамские кубы 6х6 и так далее. Ну, а просто так покупать не буду. Двушка-то она дешевая. Повертел, покрутил и поставил. Ну, заодно я еще оцениваю, можно ли ее рекомендовать. А слишком большие кубы, я бы все-таки выбирал сразу магнитные. Ну, касается 6х6 и 7х7. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.